Всем привет! Игровых мониторов много не бывает, но есть те, которые однозначно являются лучшими и, я бы даже сказал, отчасти необычными. Вот на один такой монитор в этом видео мы с вами и посмотрим. Давайте вместе разбираться, как там все работает. Полное навинование модели данного монитора Gigabyte M32U. Размер самой матрицы 31,5 дюйма. Здесь у нас 4К, то есть Ultra HD разрешение, а в качестве самого матрица используется SuperSpeed IPS решение. Это 144 Гц и 1 мс отклика. Очень круто, на мой взгляд. Ну и, конечно же, важно отметить охват цветовой DCI-P3 90%. Держите это в голове. Плюс здесь очень круто все по эргономике с точки зрения размещения. Большая массивная нож, которая легко удерживает весьма немаленький монитор. Но это на самом деле не самое важное. Важно то, что мы можем легко монитор, например, приподнять. И таким образом получить высоту ту, которая нам нужна. Причем он фактически ложится даже на стоп. Влево-вправо покрутить, развернуть, например, к своему креслу, кровати, к дивану, куда угодно. Использовать монитор как телевизор. Дополнительная функция. Прикольно. И, конечно же, его наклонить вверх-вниз для того, чтобы достичь наилучший угол, опять-таки, для себя. Очень круто, универсально и удобно. Также у нас внизу есть не что иное, как отверстие в ножке для того, чтобы мы могли продеть кабели. Вот такой кабель менеджмент предусмотрен. Если что, веса 100 на 100 предусмотрено, поэтому на кронштейн повесить тоже можно. В тыловой части находится многопозиционный джойстик. Он управляет меню. Кнопка Kiwi M здесь неспроста, мы ее уже с вами видели. Она позволяет нам подключать USB Type-C устройства различные. Это может быть планшет, смартфон, либо, например, ноутбук. И все это будет у нас там подчасти подзаряжаться, смартфон, планшет от вашего монитора. То есть максимально удобное, полноценное подключение всех девайсов. При этом все, что подключено, соответственно, к монитору, оде мышки и клавиатуры, будет опять-таки работать и на тех устройствах в том числе. Но, естественно, само меню максимально простое, интуитивное, понятное, крайне удобное. Русский язык есть. И в целом вы можете управлять всем действительно интуитивно, быстро, вот буквально в пару, только... И управлять вы можете всем действительно очень просто и быстро. Есть и быстрый доступ к самому меню. Таким образом вы можете, например, вверх джойстик просто поднять и получить доступ к определенной функции. Влево там звук прибавить, убавить и так далее. Акустическая система в данном мониторе присутствует, что тоже круто, потому как звучит он хорошо. Во всяком случае, это, пожалуй, лучший звук, вот встроенный в монитор, что я вообще видел. Из дополнительного по портам в стреловой части стоит выделить два HDMI 2.1, DisplayPort, USB Type-C, а также возможность подключения хаба. Соответственно, здесь тоже USB. А вот USB 3.0 у нас выходы, они могут использоваться еще и для быстрой зарядки ваших мобильных гаджетов. Такая функция здесь тоже поддерживается. А также есть 3.5 мм для подключения наушников. Давайте перейдем к самому важному, к картинке. Здесь у нас SuperSpeed IPS, 144 Гц. Что нам это дает? Максимально четкое изображение. Причем, как при ежедневной эксплуатации, например, в обычных задачах это будет плавно. От перелистывания страниц в браузере до работы с документами, работы с графикой, фотошопе и так далее. До, конечно же, видеоигр. И здесь нам поможет не что иное, как HDMI 2.1. Особенно актуально для тех, кто использует последнее поколение видеокарт. Плюс есть поддержка Wearable Refresh Rate технологии VR и, конечно же, Auto Low Latency Mode. Таким образом, например, вы можете подключить PlayStation 5 и Xbox Series X, последние консоли, и использовать по максимуму данный монитор. То есть у вас будет 4К плюс 120 кадров в секунду со всеми дополнительными вот этими историями, которые тут есть. Это я про VR и, конечно же, про Auto Low Latency Mode. Adaptive Sync 1 миллисекунда тоже доступна. Для того, чтобы почувствовали себя настоящим геймером, да и, в принципе, использовали данный монитор, например, для тренировок, если вы уже геймер, то это будет тоже интересно. Так как Aim Stabilize Sync здесь есть. Black Equalizer, да. То есть можно, например, повысить показатель черного. И таким образом мы будем видеть все, что происходит в самых темных участках. Круто. Game Assist присутствует. Различные дашборды для управления всем этим я уже вам тоже показывал. Так что можете спокойно всем этим пользоваться, взаимодействовать и, самое главное, получать максимум в итоге по конечной картинке. Я хоть в кольце упомянул, но все-таки, наверное, стоит отметить то, что HDR тоже присутствует. Так что можно использовать именно там, где вы хотите. Либо при ежедневной эксплуатации, например, либо только в играх. Монитор показал себя как максимально универсальное решение для подключения, как в любых устройствах, вообще абсолютно вроде вашего смартфона, планшета, ноутбука, до вашего ПК, конечно же, и консолей нового поколения. Кроме этого, вы также получаете различные технологии, которые защищают ваши глаза. Это ESA, которую мы не раз видели в различных мониторах. Она действительно помогает снижать нагрузку на глаза. А также технологию Flicker Free, которая снижает вот то самое мерцание. Таким образом, вы можете долго смотреть в монитор и не испытывать дискомфорта, что вдвойне важно, если этот монитор игровой. Мне этот монитор реально понравился. Здесь максимум технологий в своей нише и очень достойный ценник с точки зрения того, что никто не стал здесь выставить каких-то запредельных сумм. Этот монитор ровно стоит столько, насколько в нем много технологий. Хотя, что там, технологий там даже гораздо больше. Давайте переходим к итогам. По итогам гигабайт сделай почти невозможно. Это фактически идеальный монитор как для жизни, так и для работы. Ну и, конечно же, в первую очередь для игр. С высоким разрешением, со всеми возможностями и универсальный. То есть, его можно спокойно заюзать как с консолями нового поколения, получить максимум от картинки, так и с вашим ПК. В общем, я реально рекомендую. Актуальную цену чекайте по ссылкам в описании, а также на будет прикрепленном комментарии. Большие пальцы вверх ставьте. На канал подписывайтесь. Внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. И несколько дополнительных роликов здесь. На колокольчик тоже нажимайте два раза. Не пропускайте. Давайте, там тоже есть. Не пропускайте. Он уже есть вверх дела. Уважен вверх дела. Уважен вверх. Увидит ключ. Продолжение следует...